Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В Банковской сфере готовится реформа. С 1 июня лицензии всех российских банков будут поделены на универсальные и базовые, в зависимости от минимального размера капитала. Для базовых он составляет от 300 миллионов до 3 миллиардов рублей, для банков с универсальной лицензией не менее 1 миллиарда. Базовые банки не смогут открывать счета в иностранных банках или создавать дочерние организации за границей. Будет ряд и других ограничений. Но предусмотрены послабления, например, в плане отчетности. С июня все существующие банки автоматически получат универсальные лицензии. У них будет полгода на то, чтобы декапитализироваться или получить базовую лицензию, пояснил порталу Айкиров эксперт компании Церих Кэпитал Менеджмент Олег Якушев. Он считает, что на работу банков изменения повлиять не должны, хотя для базовых существуют имиджевые риски. Теперь они могут восприниматься россиянами как финансовые организации второго сорта. Чтобы это исправить, в законодательство необходимо внести поправки, считает эксперт. Необходимо прописать, что страхование вкладов до 1 миллиона 400 тысяч рублей распространяется и на базовые, и на универсальные банки. Руководители Кирово-Чепецкого и Слободского районов отчитались о доходах. Глава Кирово-Чепецкого района Сергей Елькин в прошлом году заработал 677 тысяч рублей. В его собственности земельный участок, площадью 3000 квадратных метров, половина квартиры, недостроенные домы, хозяйственные постройки, а также Лада Калина. Глава Слободского района Владимир Хомяков получил 1 миллион 180 тысяч, у него в собственности квартира, земельный участок и автомобиль Hyundai Santa Fe. Для сравнения, глава города Кирово Валерий Владыкин по итогам прошлого года задекларировал доход в 2 миллиона рублей. Официальный доллар снизился на 27 копеек и стоит сегодня 56 рублей 26 копеек. Курс евро, наоборот, поднялся на 19 копеек и составил 62,04. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове.